Библейский портал экзегет.ру представляет 74-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. Он очень короткий, он на самом деле отвечает 73-ему. 73-й был изумленным воплем по поводу разрушения храма, святилища, разорения всей страны. И этот псалом дает возможность сказать и Богу, что же это такое было. Начальнику хора напев Альташхет, псалом Асафа, песня. Опять Асаф, ну вот у нас тут все псалмы носят это имя, и не очень понятно, как они связаны с историческим персонажем Асафом. Напев Альташхет, буквально не по губе, он как раз обычно связан с такими псалмами вот на краю пропасти, такой тревожный, видимо, напев. Мы славим Тебя, Боже, славим, имя Твое рядом с нами, возвещаем Твои чудеса. Я назначу время и срок, и вершить буду правый суд. Дрожат земля ее жители, но я укрепил ее опоры. Говорю надменным, не превозноситесь. Злым не вздымайте рога гордыни, не вздымайте их до небес. Нечестивым оставьте свое упрямство. Грядет суд, но ни с востока и ни с запада, ни из пустыни и ни с гор. Бог судья! Одного он низвергнет, другого он вознесет. Чаша в руке у Господа, и венок горькое в ней бурлит. Он нальет его всем нечестивцам земли, они до самого дна выпьют чашу. Я же буду век петь хвалу, возносить хвалу Богу Иакова. Сломлю рога злодеев, гордо вознесется рог праведника. Здесь диалог. Редкая вещь в псалтире. Есть она, но редко. Диалог молящегося и Бога. Ну вот в 73-м был задан этот вопрос воплем таким. И здесь мы славим тебя, Боже, возвещаем твои чудеса. Даже боимся что-то спрашивать. И Бог говорит, я буду судить всех. И я говорю надменным, не превозноситесь. Злым не вздымайте рога гордыни. Рог, ну, понятно, символ силы, величия, могущества. Вот как у барана рога или у быка, да, это вот его основное оружие. И когда его вздымают, то это вот горделивая такая поза. И, собственно, все. И псалмопевец радостно подхватывает. Грядет суд, Бог судья. Одного он не извергнет, другого изнесет. Кто его знает, кого как. Вино горькое бурлит чаши в руке у Господа. Вино, кстати, здесь символ не веселья, радости и удовольствия, а символ суда, да, это что-то такое, что наливают, и что приходится пить тем, кто вот должен принять эту чашу. Отсюда, кстати, моление о чаше в Гефсиманском саду. Это не угощение, это скорее какое-то очень горькое лекарство. И Бог обещает, сломлю рога злодеев, гордо вознесется рог праведника. И все, никаких тебе подробностей. Вот бывают такие простенькие псалмы, да, ничего подробного, ничего ярко-поэтического, но Бог напоминает о том, что Он судья. И, наверное, в какой-то момент этого достаточно. Следующий 75-й псалм тоже простенький, коротенький. По сути дела, он будет практическим выводом из 74-го. Ну и что дальше? Вот Бог судья всего мира, а как мы к этому относимся? Для нас какие из этого следуют выводы?